И получилось так, что я забеременела и продолжала учиться в университете, и моя мама начала на мне испытывать все то, что она испытывала на себе. Потому что до этого я, конечно, мне ничего не надо, мне ничего. Доченька, вот давай кальций, вот ты же много тренируешься, параллельно ребенок, давай, значит, омегу. Я понимаю, что теоретически это все правильно, что действительно нужно питание, ну, нам тогда раньше рассказывали кушать творог, который я вообще не перевариваю, кушать там какие-то утром, я не знаю, в общем, что-то, что содержит кальций, рыбий жир, это вообще невозможно даже представить. Я понимаю, что теоретически это нужно брать неоткуда абсолютно в Киеве, поэтому я начинаю это все есть. Ем, значит, и жду. А что будет? Ничего не происходит, значит. Ну, то есть, ни хорошо, ни плохо, ем дальше. Ну, то есть, естественно, 9 месяцев я наблюдаю за собой. Ну, кроме того, что у меня рос живот, я по-другому не понимала, что я беременна. Я чувствовала себя, я никогда не чувствовала себя так хорошо в нормальном состоянии. Рождается Маша, Мария, моя дочь, она придет чуть позже. Я выхожу буквально через месяц, она летала с 28 июля. Первого сентября я вышла в университет. Мама, кормящая, ну, тут как бы нормально все, институт физкультуры. Молоко, то есть количество молока ребенку надо было нацедить с тем, что я не могла каждый раз из Альфиза ездить на Лукьяновку, кормить ее. Ну, а мама за грудное вскармливание. Значит, мы начинаем есть лицебру, и у меня этого молока еще на троих детей. Я думаю, мама, давай, хватит уже ее кушать. И я вижу, что это все работает. И тут какие-то там первые дисбактериозы, какие-то там мелочи в плане восстановления. Ну, это не мелочи, я сейчас уже считаю мелочами послеродовых всех этих нюансов. То есть мы продолжаем это есть. Я это ем и понимаю, что это становится образом жизни. Ребенок, который растет и за Омегу, вот так просто трусится, когда я говорю, Маша, ты когда кушаешь, я не знаю, а у нее это как с жвачкой, потому что никаких конфет, ничего она. Ну, вот у нас был ролик тогда тоже, она там сидела, трощила эту Омегу. Все это как бы и ребенок, глядя на других детей на площадке. Ну, я не могу сказать, что она, конечно, выделялась, но она была совершенно другим ребенком. В плане развития физического, в плане умственного, в плане там вот абсолютно каких-то там двигательных реакций. То есть это был такой вот суперсильный ребенок, который, ну вот единственное, что, сейчас я могу уже с уверенностью сказать, что она не болела абсолютно. То есть тогда там наши родители делали тьфу-тьфу-тьфу. Сейчас я абсолютно смело и спокойно говорю, не болела, потому что мы пили, принимали и я во время беременности, и моя дочь со мной во время беременности, во время там, ну, во время родов. Нет, мы уже после родов. И благодаря тому, что, здравствуйте, я смогла кормить ребенка год и восемь месяцев, при том, что я каждый день ходила в университет физкультуры, в институт физкультуры. Все мои одногруппники, конечно, я была старше всех, но это просто никто не замечал, потому что я не выглядела старше, имею в виду, внешне. Но когда я приходила с плоской грудью, а сейчас к концу третьей пары у меня была такая, я была такая вся вот, то наши мальчики, ну, как бы очень интересовались вот этим всем процессом. Я с удовольствием всем рассказывала, как я сцеживаю, что я делаю. Они все были на 4-5 лет младше меня, и вот мне было очень интересно все это. И ко мне подошла преподаватель физиологи и говорит, Андрей, скажи, пожалуйста, каким образом ты можешь кормить ребенка, если я твоего ребенка никогда не видела здесь? Прошло, это было 7 месяцев уже было Маше. Ну, то есть я не прерываю обучение, я сдаю все сессии, я сижу на всех парах, но при этом она понимает, потому что она спрашивает, она хотела меня забрать на кафедру физиологии, слава бы мне, забрала. Вот, и я ей говорю, ну, я пью люцерную, я не знаю, что это такое, это какие-то капсулы, которые пьет короба, как трава, которую жрет короба, я говорю, и она мне помогает, она меня посмотрела, приехала в парочек, да, ну, говорит, ты уверена? Я ей принесла баночку, показала. Она на меня посмотрела, естественно, ну, отправила меня назад. Но эту баночку увидели еще 4 человека из моей группы. Я, так как я была Кузнецова, естественно, Кузя, что это у тебя такое? Я говорю, ну, это трава, которую живут коровы. Долго меня, конечно, потом этой истории, ну, как бы, подшучивали надо мной, как там дойная корова и все остальное, мне это вообще-то не волновало. Но одна мама, она подписалась, она... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова